Андрей Порубеев, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и, между прочим, четвертый номер в партийном списке Народного фронта в нашей студии. Пану Андрею, привет! Добрый вечер! А что вы на эту цитату скажете, на эти заявления, мол, Донбасс потерян, да и зачем он Украине? Я позволю себе не погодиться с твоей думкой, потому что Донбасс это не чемоданчик, его можно было бы отдавать или не отдавать. И это не зона, и никакая не серая зона. Донбасс это, первое, все люди. И величезная количество партриотов сегодня борется за вызвание Донбасса. Донбасс это люди, куда пришел путинский российский оккупант, и сегодня на этих территориях он пытается сделать оружие противостояния в Украинской государстве. Но я вам хочу сказать с уверенностью. Сегодня величезная количество бойцов, хлопцев Донбасса воюют в батальоне АЗОВ, которые вызвали Мариуполь и стоят на его защиту. Воюют батальоны национальной гвардии имени Кольченського добровольцев, которые стоят в Дебальцево. Будуют байдары на півночь. Они позволяют свои домики, свои места, свои квартиры. Ни в нема іншой земли. Ни в нема іншой батьковщины. И поэтому Донбасс это не зона. Это украинская территория, где украинские граждане, которые ждут на нас, они должны быть звольнены и вызволены от окупантов. Пан Андрей, ну вот заголовок такой, говорящий сам за себя, несчастье. По горькой иронии, вот этот городок, он просто в эпицентре всех несчастья, которые только могли на голову его жителям свалиться. Как быть с этими людьми? Как заставить их поверить хоть кому-то? Ну, к сожалению, они не верят ни тем властям, ни нашим. Вы знаете, несколько раз я был в том регионе, на Півночу Луганщине, в Айдару. Спілкувался с многими людьми и там на месте. Я вот слышу это, я сгадую этих людей. И великий боль в сердце. Не могли они собью уявить, никто не мог уявить, что в 21-м столетии будут бомбить наши украинские места. Кто бомбит? Россия, которая говорила много лет про то, что мы должны быть статистическими партнерами и что мы найближшие братья народа. Их сегодня бомблять, этих людей. Окупанты российские, незважаючи на то, что переконили много лет, что мы самые близкие соседи. До речи, я вам скажу один интересный факт. Когда Айдар позволял счастье, никакой статистик не было уничтожено. Но после того, как эта территория стала территорией, которая контролируется украинскими воиновами, постоянно, в том числе и с территории Российской Федерации, обскриваются жилые домики. Умирают мирные граждане. И это и есть великая наша трагедия, в которой мы должны осуществить. Люди хотят одного не больше. Они хотят мира. И они осуществляют, что войну принес Путин и Россия. Вы знаете, есть очень важное вопрос, может быть, как выкрости этот мир. Вот смотрите, у нас сейчас есть пауза, которую можно использовать для оружия нашей армии, для того, чтобы, известно, мязи нарушить. Мы с министром обороны что-то говорили. Эту паузу можно использовать для экономических реформ, для того, чтобы подняти экономику. Эту паузу можно использовать для того, чтобы с нашими захватными партнерами про помощь договориться. Как, по-вашему, можно использовать эту паузу, эту передышку, этот час, который у нас есть сейчас, час перемирия? Я вам скажу, для того, чтобы планировать свои заходы, нужно знать, что думает противник. А я вам могу с большим знанием справа сказать, какие плани Путина. Плани Путина не остановиться тут. Так, ему сейчас полезно заморозить конфликт, потому что так много своих действий он перекинул из Приднестровья сегодня на Донбасс, чтобы сделать эту зону замороженную. Но его цель набагато дальше. Его цель, те же 8 певденно-схидных областей, его цель дестабилизация. И, до речи, мы находим факти, когда те же теми люди, которые еще когда-то набирали тетушек на Майдан, которые поднимали российские трикольоры, сегодня уже выходят с нибудь-то социальными гаслами, для того, чтобы разбалансировать в тех областях и сделать бунт. То есть готовится к грунт. Без сумніву, он пойдет дальше. И наш план будет тогда правильным, когда мы будем понимать, чего хочет противник. Путин не остановится. Путин будет идти дальше. Наше завдание – сконцентрироваться вокруг того, чтобы еще больше организовать международную спільноту, чтобы мы смогли, наголошуя, экономически уничтожить империю Путина. Пока мы экономически не уничтожим эту империю, он будет идти и идти, и его будет остановить тяжело. И, второе, мы должны мобилизоваться. Пан Андрей, но экономически уничтожить Россию мы с многими экономистами говорили. Это может ракет идти, а нам нужен результат уже завтра. Вы знаете, по некоторых аспектах это может быть швидкий результат. И мы видим обвал рубля, мы видим, сколько сегодня россиян чувствуют дискомфорт от этих санкций, и мы должны нарушить и нарушить тиск, чтобы эти санкции становились быстрее, и чтобы они давали быстрее эффект. Конечно, в своих золотовлютных запасах Россия в Кемице еще рік-два, а потом будет провал, потом будет дефолт. И экономисты, и люди, конечно, это понимают и осуществляют. Мы должны над этим работать. Пока мы всем свито не остановим Путина, нам самим в Украине будет важно. Но это не на ревных условиях. Просто в Украине сложно будет протриматься, а то рік-два, который есть, такой мощность, запас мощности, который есть в России, для того, чтобы протриматься нам нам намного больше. Добре, добре, добре. У меня есть короткие запитания до вас. Важливое запитание. И, я думаю, наши глядачи тоже там дома, где-то на кухне обговоривают. Я так и понятие, как амнистия. Эльмар Брок, глава Комитета Европарламента по иностранным делам, вот сейчас, находясь в Киеве, на саммите Ялтинской европейской стратегии, очень четко сказал, и в социальных сетях сегодня обсуждают цитату разной оценки. Он сказал, закон об амнистии для боевиков – это та цена, которую Украина обязана заплатить за мир, даже если кому-то не нравится. Скажите мне, а вы готовы сами заплатить такую цену? Амнистия для всех? Примирение, ну, подать руку тем, кто убил? В том плане, в том плане, который есть, нет винятков? Кому это амнистия? Только тем, кто был тянутым? Или тем, кто убил? Каталав? Не может не быть винятков. Потому что мы оголошуем, там и люди, которые убивцы, там и люди, которые совершили тяжкие криминальные злочины, и для них не может быть амнистия. Я уверен, это не только моя думка, это думка всех. Те люди, которые убивали наших граждан, которые катали наших граждан, должны отвечать перед законом. Мы осуществляем, что, возможно, частью местных жителей, которые под страхом, перед завязыванием, пошли на какую-то певную співпрацию, конечно, для них, и это, с пониманием, это осуществлено, мае быть амнистия на тот период. Но это ни в никакой мере, наголошую, не может стосоваться тех, кто убил наших граждан, кто убил наших солдат. И, конечно, я еще все-таки договорю, потому что все эти заходы смогли сделать, нам край важно не только объявить армию за тот период, а и все. Своей Украиной. Мы должны смогли, не мы начали эту войну, но эта война идет против нас. И я уверен, мы сегодня имеем достаточно сил и достаточно энергии, чтобы не только с помощью международных людей, а с помощью загальной украинской мобилизации остановить и выполнять оккупантов с украинской территории. Пан Андрей, спасибо за разговор. Спасибо вам. Ну, как видите, Андрей Порубий говорит об общей украинской мобилизации, о том, что все-таки, имея эту ситуацию, стоит готовиться к войне. У нас будут разные мнения сегодня в этой студии. Будем говорить и с теми, кто настаивает на необходимости переговоров. Будем говорить с разными политиками и попытаемся истину выяснить. Дякую. Дякую. Продолжение следует... Продолжение следует...